Добрый день! Сегодня решила приготовить салат. Сейчас идет пост. Как раз такой рецепт может кому-то и понравиться. Для этого я взяла пекинскую капусту, огурчик, зеленый горошек, оливковое масло, ну и, конечно, соль. Вот. Капусту я сейчас нарезаю небольшой соломкой. У нас капусту продают пекинскую. Такие огромные кочаны. Вот целый кочан взять. Его нужно быстро съесть. Ну, как быстро, не быстро. Ну, нам многовато. А эта зашла и даже не догадалась спросить у продавца, можно этот кочан разрезать напополам. Обычно, знаете, как говорят, все, нельзя ничего резать, надо все брать целое. А тут захожу, пол кочанчика. Так упакован, в бумаге. Нормально думаю. Ай, возьму. Сделаю салат. Что-то мне так вот хочется этой капусты пекинской. То ли весна, витаминов не хватает, не знаю. Ну, и взяла. Вот мне на разы, наверное, на два хватит. Нарезаем капусту. И немножко поговорим. Соседка по даче, сейчас я с ней разговариваю по телефону. Нина, Витя, вам привет. Они тоже, кстати, ремонт делают. Бог вам помощь. Я говорю, вы поститесь? Она говорит, да. Я говорю, ну и как вы себя чувствуете? Поправились. Ой, говорит, похудели. Она говорит, нет. Похудеть мы не похудели, но стало легче организму. Говорит, легко вот стало. Действительно, когда не ешь мясо, там жирное, оно действительно будет организму облегчение. А я не пощусь. Но я сейчас ем такую еду, ну, как бы постную. Мясо мы не едим. Свинину жирную, она нам ни к чему, только курицу. Я Саше говорю, давай купим, может, говядину, сделаем каких-нибудь себе отбивных. Или, ну, посмотрим, сходим в магазин. Я говорю, я сейчас буду салат делать. Она говорит, какой? Я говорю, с пекинки. Я говорю, ты делаешь? Она, да, делаю всякие там салаты. Едим огурцы, помидоры. Покупаем в магазине. Ну, не знаю, магазины, что-то мне эти помидоры не очень нравятся. Они жесткие. Ну, когда ничего нет, то можно и когда-нибудь себя и побаловать этими помидорками. Лучше покупать, наверное, такие маленькие. Они мне больше нравятся, они послаще. А большие помидоры, они жесткие какие-то и несъедобные. На мой вкус. Меня спрашивают, а ты постишься? Я говорю, я нет. Я в прошлом году начала поститься. У меня давление упало на нуль. В общем, нет давления. Упало так. Я испугалась и сказала, больше я практиковать не буду. Ну, по мере возможности, говорю, не буду есть мясо. Но я молочная душа, молоко я все равно дем. Говорят так, кому за 60, если не поститесь, то никакого большого греха не будет. Лишь бы душу очистили. Душу очистить лучше, чем есть, например, еду, которая которая не нужна во время поста. Ну, а коль у меня давление падает, поэтому я строго поста не соблюдаю. Вот огурец, я, например, покупаю огурец, я его замачиваю в воде. Ну, не знаю, на час, на два, на полтора, как получается. Обязательно его чищу от кожуры. Только тогда кладу в салат. Горошек магазинный. У нас в магазине Верас продают наш кобринский горошек, по-моему. Или туровский, или кобринский. Мне он нравится. Пол-литровая банка стоит рубль 6. Вот его покупать хорошо. И банка приобретается, когда съедаешь горошек. А в этих металлических, ну, он тоже вкусный горошек. А я что-то люблю вот такие пол-литровые баночки. О, сколько накрошило! Я не знаю, за раз-то мы, наверное, не съедим. Вчера были на даче. Нина спрашивает, ну, как там? Нет, все нормально. Дача нас ждет, зовет. Она говорит, я уже ж помидоры посадила. А говорила, что ничего не будет сажать. Нина, как у нас такой закон? Никто ничего не сажает. А весной все привозят такую красивую рассаду перцев и помидоров и баклажаны. Все, что хочешь. Ладно. Коль есть огород, надо все сажать. Только, конечно, не в таком количестве, как мы привыкли. Необъятное, не объять. Не надо столько много сажать. Так, посадил. Чуть-чуть. Я еще даже не сажала лук. Она меня спрашивает, ты лук сажал? Я говорю, нет. И не покупала сивок. Вот сегодня, может, пойду и куплю хоть полкило. Ну, лук-то нужен, мы его едим. У меня чеснок был накрыт веточками, ну, чтобы коты не лазили там по этой грядке. Про чеснок. Пришли на дачу, чеснок уже вот такой высоты, где-то сантиметров 10. А он у меня накрыт ветками, чтобы коты не лазили по этой грядке. Саша говорит, давай уберем. Я говорю, может, пусть пока еще побудут. Нет, давай, потому что, говорит, чесноку места мало. Смотри, говорит, как эти перья загибаются. Давай все убираем. Ну, убрали. Я его подрыхлила. Ну, сейчас будет, если что, потеплее. Подкормлю его обязательно золой. Просто грядку посыплю золой от всяких букашек, от всяких, ну, от всего, что там может завестись за зиму в земле. Надо это все продезинфицировать. Ну, а потом буду, как и все, его поливать, подкармливать немножко там каким навозцем. Посмотрим. Деревья у нас уже, абрикос, перси, калыча, уже почки набухли. Вот-вот раскроется цветок. А еще только, марта, сказали, еще морозы будут. Даже Саша читал прогноз погоды, да, Саш, до минус трех в деревне, то еще и больше будет. Во, опять натворит нам этот мороз. Ну, что будет, то и будет. Мы ничего сделать не можем. В прошлом году хотели абрикос накрыть, да передумали. И в эту же ночь мороз был и убил у нас все цветы. Короче, не было в прошлом году. Многие знают, что ничего не было. Какую рассаду меня спрашивает, вы сажаете? Я посадила немножко болгарского перца. Все. Больше пока ничего. А там как получится. Рассады сейчас вон полно на рынке. Если что, можно купить и посадить. Ну, не буду загадывать. Так, смотрите, капусту я покрошила. Сейчас немножечко ее вот так посолю. Чуть-чуть. И перемну, чтобы она немножко сок дала. Сильно мы не будем ее жать, потому что это пекинка, она нежная капуста. А пахнет огурцом, конечно, не как домашним, дачным, но все равно есть такой приятненький запах. Ой, так захотелось мне быстрее на дачу посадить что-нибудь. А потом плакаться, что остеохондроз мучает. Не могу наклонить шею ни вправо, ни влево. Это все отработать тяжелое. Ну, ничего, на даче будем все разгонять, все соли. Я делаю упражнения для шеи. Есть у меня целый комплекс. Только не лениться надо. Сразу, конечно, не полегчает, это ясное дело, но со временем будет лучше. Ну, и, конечно, много значит, какую еду мы едим. Вот побольше овощей, хоть целую миску берите и съедайте. Это только будет польза для организма. В капусту мы добавляем огурец, огурец и зеленый горошек. Здесь у меня полбанки. Все, сейчас я беру вилку и буду все перемешивать. Так, перемешаем. А перед тем, как подать на стол, я заправлю маслом, потому что весь салат мы, конечно, не съедим. Я его заправлять весь не буду. Сейчас сколько надо отложу, заправлю и все. Смотрите, можно сюда еще, знаете, что добавить? Укроп, петрушки, сельдерея я еще, может, добавлю. У меня лук-чеснок есть в морозильной камере. Вот я сюда еще и добавлю. Ну, и подачу вам, конечно, покажу, как я буду подавать этот салат. Вчера мы принесли руколы. У меня сельдерея с прошлого года. Растет и растет. Зимы ж не было. Я вот думаю, пересажу я его в грядочку, каждый кустик отдельно. Он клубневый. Будет расти или не будет, я даже Нина спросила. Говорю, Нина, на всякий случай посажу немножко семеночками. Чуть-чуть, прям одну грядочку. У меня семена есть, сельдерея. Я вот сейчас как раз где-то в конце марта всегда сажаю. Выращу еще рассады. Так, на всякий случай. Все. Всем большой привет от нашего канала. Сегодня был звонок. Пока я с соседкой разговаривала, Саше на мобильной звонит кто-то. Ну, и он ушел на кухню. Приходит и говорит. Кто звонил? Смеется. Кто звонил? Звонил корреспондент Брестки Ирина Орлова. Приглашает на встречу. Я говорю, все это хорошо. А какой корреспондент? Сегодня я иду, а вот ты вечером позвонишь и уточнишь, какой корреспондент. Откуда? С газеты, с телевидения. Ты что, специально эти вопросы провокационные задаешь? Ладно, все. Я тебе сказал, позвонишь и узнаешь, какой корреспондент. Я все не запомнил. Хорошо. Хотят взять интервью. Говорят, у вас как у пенсионера. Я сразу говорю, знаете, вообще канал не мой. Начнем с того, что я не пенсионер. Ну, уже не стал я обострять ситуацию. Я уже тему приблизительно знаю, какая будет тема нашей беседы, как хорошо живется пенсионером, какие они молодцы. Вышли люди на заслуженный отдых и у них еще есть, оказывается, дополнительный заработок. Они могут заработать, не хнычут, не плачут, что государство дайте нам. Вот приблизительно такая будет тема. Ну и ответим на все интересующие вопросы. Я сказал, что занимаюсь вот сегодня иду, начинаю делать зубы, так что если мне снимут передние зубы, то он будет шпилярить. Будет я как заяц вот так вот говорить, как зайтик. Посмотрим. Посмотрим, да, говорю, ничего обещать пока не будем, как разгребемся и к вечеру созвонимся. Хорошо. Все. Всем пока. До обеда. Салат готов. В общем, обед на скорую руку. Борщ красный. Салат вы видели, как я готовила. По кусочку селедочки. Обязательно витамины. Ржаной хлеб и рукола. И по стаканчику вкусного компота. Приятного аппетита. И до скорой встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова